Добрый день, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Я рада приветствовать в нашей мобильной студии, которая, я напомню, работает на 18-й Ассамблее здоровья Москвы. Я рада приветствовать в этой студии Михаила Владимировича Болоняева, старшего вице-президента Банка ВТБ. Банк сотрудничает с Департаментом здравоохранения Москвы уже больше 15 лет. Но начать наш разговор я хотела с другого. Вы только что к нам в студию пришли с церемонией награждения премиями. Это тоже часть вашего взаимодействия, активности вашего банка в сфере медицины, в сфере здравоохранения. Расскажите, что это была за церемония, что за премии. У банка есть большой опыт сотрудничества с Департаментом здравоохранения Москвы. И одна из форм нашего взаимодействия – это наше участие. Мы выделяем грант от банка на образование. И каждый год в рамках активности Департамента по выделению человека года в здравоохранении мы дополняем таким грантом, который позволит победителю в этой номинации пройти обучение в России или за рубежом, или каким-то образом повысив образовательный уровень, проведя какие-то интересные мероприятия на территории, либо за рубежом, либо посмотреть, как работает. Кого наградили только что? Мы наградили, мне кажется, это действительно очень заслуженная была награда. Мы наградили руководителя станции скорой помощи Москвы, который сто лет уже отпраздновали в прошлом году, Плавнова Николая Филипповича. И мне кажется, это очень достойный кандидат. Хотя каждый год Департамент выбирает, это не мы выбираем, не банк, жюри. Профессиональное сообщество медицинское города Москвы выбирает как раз самого достойного человека по итогам года. Но вы поддерживаете этот выбор. Мы поддерживаем этот выбор. Я считаю, что практически очень, мне кажется, такая важная миссия, важная работа, когда по первому звонку, когда что-то случилось у человека со здоровьем, или какой-то произошел случай несчастный, кто первый приезжает, всегда, конечно, скорая помощь. И очень важно, чтобы эта помощь была своевременной и профессиональной. И как раз благодаря руководству Николая Филипповича, мне кажется, в Москве эти показатели одни из лучших, вот как сегодня показывали в пресс-релизе, одни из лучших в мире. Поэтому, мне кажется, очень достойная награда. Расскажите о других сферах взаимодействия. Я знаю, что есть благотворительная составляющая. Абсолютно верно. Вот знаете, когда говорим о банке, чем могут быть банки полезны для здравоохранения? С одной стороны, хотелось бы сказать, что сегодня почти каждый третий сотрудник здравоохранения Москвы является нашим клиентом. И мы сделали специальные программы. Мы выдаем специальные льготы по ипотечным, по потребительскому кредитованию, и по пластиковым картам у нас специальные есть программы. Тем не менее, мы не ограничиваемся только банковскими продуктами. И у нас есть очень хорошая программа, как я считаю, называется «На мир без слез». В рамках этой программы мы выделяем средства, благотворительность и выделяем для медицинских учреждений на приобретение различного необходимого оборудования. И в данном случае мы такую работу проводим на постоянной основе. То есть это не разовая акция, это каждый год. Это не одно медицинское учреждение, достаточно большой спектр. в котором мы участвуем. Ну и кроме этого, мы понимаем, что здравоохранение, здоровье, с одной стороны, это уже лечение, а с другой стороны, это профилактика. Поэтому еще одна из наших активностей, которую мы считаем тоже очень важной, это различные спортивные мероприятия, в которых мы как банк участвуем в виде партнеров. В департаментах мы проводим различные спартакиады, футбольные турниры, что также позволит, наверное, сделать нашу жизнь и позитивными эмоциями наполнить, и здоровье укрепить. Таким образом, мы видим свою миссию не только в том, чтобы предоставлять банковские продукты, хотя это наша, наверное, основная работа, но и оказывать благотворительность и помогать в различных активностях, в различных мероприятиях. Есть еще у вас аспект поддержки социально уязвимых слоев. Он, в общем-то, тоже соприкасается со здравоохранением, потому что это либо пожилые люди, либо инвалиды. Все так или иначе затрагивает здоровье. Расскажите, что делается в этом аспекте. Вы знаете, у нас, опять же, напрямую наша деятельность не связана с тем, чтобы оказывать какую-то социальную помощь, но мы можем помогать тем, кто оказывает социальную помощь. У нас в нашей практике работы есть, допустим, с департаментом социальной защиты, специальное приложение, которое сделано было на платформе банка, которое позволяет оказывать различного рода платежи для населения, которым необходима подобная помощь. Это какой-то определенный инструмент, который позволяет эти платежи совершать. Мы видим свою роль в том, чтобы оказывать различную помощь учреждениям, которые работают в этой сфере. У нас есть примеры, когда мы делаем различные кампусные проекты, такие вот для учреждений, не только в систему доступа, из КУДы, но и более широкого профиля. Поэтому в нашей продуктовой линейке есть возможность как раз дополнить различные зарплатные проекты системами, которые позволяют получить дополнительный сервис для сотрудников предприятий, которые обслуживают именно социальную сферу. Поэтому не ограничиваемся только тем, что делаем стандартные банковские продукты, но и можем посмотреть чуть шире на потребности организаций, которые как раз работают в социальной сфере. Для нас это очень важно. Еще очень важный проект у вас совместно с Центром детской онкогематологии имени Дмитрия Рогачева. Вот что это за участие? Что здесь делает Банк ВТБ? Это огромное учреждение, которое помогает детям со всей России, детям тяжело больным. И, в общем, это особое учреждение для России. Но здесь, вы знаете, как здесь мы так же, как в нашей практике это есть, мы оказываем помощь, мы помогаем в финансовой сфере. И в этом мы видим свою основную роль. Понятно, что мы не специалисты в медицине. Ну, понятно, да. И это не наша задача. Наша задача помогать и решать те вопросы, хотя бы ту часть небольшой вопросов, в которой мы можем... Но это что, это грамотовая поддержка? Это благотворительная поддержка. То есть там, в центре Дмитрия Рогачева, есть люди, которые выделены для взаимодействия с вами? Или как это структурировано? Мне просто интересно, как это технически делается. Кто с кем взаимодействует? Ну, знаете, это отдельная, наверное, такая история. Вот у нас каждый из проектов, который мы организуем в рамках нашей благотворительной деятельности, как банка, это взаимодействие с определенными фондами, да, с определенными организациями, которым банк выделяет средства, и уже самостоятельно там фонды с медицинскими учреждениями организует взаимодействие, работают. То есть это контролируемая вещь, в общем? Ну, контролируемая, но, наверное, контроль, конечно же, есть, расходование, но со стороны банка мы отдаем, мы понимаем, что все-таки профессионалы в этой деятельности это медики, они лучше нас знают, как правильно распорядиться, и здесь все построено на доверие. Абсолютно верно. Удачи в ваших проектах, ну и вообще в банковской деятельности, это тоже для нас важно, для всех россиян. Спасибо. Спасибо большое.